Сегодня столица отмечает День Таллина. Именно 15 мая в 1248 году Таллин получил любикское право, стал называться городом и развивать свою торговлю. Более подробно о современном Таллине мы поговорим сегодня с лицензированным гидом Дмитрием Салем, который у нас в утренней студии. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Хотелось бы сразу начать с таких, вот как говорилось в одной программе, показать все, что скрыто. Жители Таллина, наверное, уже считают, что знают без исключения все популярные туристические маршруты и каждый уголок, закуток старого города. А на самом деле много ли таких вот мест, которые скрыты от глаза обывателя и стоит на них обратить более пристальное внимание? Да, конечно. Ну и вы же понимаете, житель жителю рознь. Кто-то интересуется историей, больше знает о городе, кто-то знает меньше. Но всегда я вас уверяю, любому жителю, включая гидов, включая и меня, есть что-то новое, что для себя в городе найти. Что вы последнее для себя открывали? Что я последнее для себя открывал? Некоторые дворики. Дворики старого города, которые обычно закрыты. Иногда мимо проходишь, смотришь, оп, открыты ворота. Заглянул, а там совершенно другой город, которого мы раньше не видели. И такие возможности надо использовать. Вот, кстати, я хотела сказать, что действительно, когда гуляешь по старому городу, есть такие ворота или кованые из железа, и ты видишь, что там что-то есть интересное, но ты не можешь туда попасть. А вообще, люди, которые живут, которым этот двор, собственно, принадлежит, они и как? Рады гостям, если туда заглядывать? Ну, надо делать это аккуратно, потому что это ведь частная собственность. Не рвать цвет из клумбы. Не, ну, вообще заходить надо аккуратно, потому что, может быть, они не хотят. Но если никаких знаков запрещающих нет, можно заглянуть, сфотографировать на память. Ну, дворы — это закрытая территория, все-таки, как правило. А если говорить о местах общедоступных, но, тем не менее, не столь популярных среди гостей города и местных жителей, но на них стоило бы обратить пристальное внимание. Ведь можете парочку примеров привести? Я думаю, что просто ходить по старому городу ходили все. Но есть такое искусство — искать что-то новое в привычном. Например, можно купить одну из замечательных книг, которых у нас множество издано о таллинских легендах. Почитать эту книжку. Они, как правило, тоненькие, там не так много легенд. И пойти самим найти все эти места. А какая ваша любимая легенда таллинская? Моя любимая легенда? Дайте подумаю. Наверное, про крест на Ратушной площади под ногами. Там есть такая половинка креста. Но легенда довольно длинная. Я сейчас ее рассказывать не буду. Если захотите, почитайте потом. Или приходите на экскурсии. А действительно ли в Таллине есть дома с привидениями, например? Говорят, в Девичьей башне привидения водятся. Конечно, есть. О привидениях Девичьей башни рассказывали даже строители, которые там последний раз ремонт делали. Это ведь недавно было, 4-5 лет назад. Да. Давайте вернемся к истории. В 1248 году город получил Любекское право. А когда все-таки Таллин стал по-настоящему разрастаться за пределы нынешнего старого города? И как происходило заселение и облагораживание территории вокруг старого города? Но по-настоящему город вышел за пределы крепостных стен в середине 19 века. Только? То есть это столько времени прошло? Конечно, поселения были и раньше за пределами городских стен. И многие из них нам известны. Это трудно было назвать городом, да? Но они не были частью города. Они к городу, безусловно, относились, но частью его не являлись. А в 19 веке укрепления городские передали муниципалитету и их превратили постепенно в то, что мы видим сейчас. Это парковое кольцо. Высадили деревья на бастионах. И город начал производить капитальную застройку, каменные дома за пределами городской черты тогдашней. Мы сейчас делаем обзор газет 100-летних. И там у нас газета «Ревельские известия». Соответственно, Таллин не всегда был Таллином. Сколько имен у него было? Имен было много. Говорят о более чем 10 именах. Но самое известное, это, конечно, первое имя, под которым город был упомянут. Это имя Колывань, которое сейчас дает основание некоторым историкам утверждать, что город был основан новгородскими купцами. Самое известное имя Реваль или Ревель, как Петр Первый его начал называть. Ну и Линдонисе, Таннилин, Таллилин. Из чего, собственно, и выросло современное эстонское название Таллин. А как вам кажется, в какой период своей истории город имел наибольший вес на карте Европы? Ну, наверное, если говорить о новейшей истории, то это будет с 1 июля, когда Эстония станет председателем в Совете Европы, да? А если вот далеко, в глубину веков посмотреть? В глубину веков? Ну, вы знаете, у нас свое видение истории Таллина. И мы, конечно, много говорим о важности города, как порта на Гонзейском пути. Но вот в городе Любике недавно открыли музей Гонзейского союза, который рассказывает, по сути, о двух городах, о Любике и Новгороде. Там можно выбирать из какого-то города, и тебе экспозиция будет выдавать информацию о твоем городе. Я выбрал Таллин, и информации было очень мало. Потому что все-таки в сравнении с большими торговыми центрами, важность Таллина была велика для нас, но не так велика для Гонзейского союза. Я думаю, что сейчас самый важный период в истории Таллина. Сейчас мы являемся частью Европы. Самое главное, мне кажется, то, что Таллин сохранил свои традиции. Мы видим, что он довольно пышно их празднует. Сегодня отмечается День Таллина в столице. Буквально в начале июня уже будут Дни Старого Города. Не кажется вам, что разница слишком маленькая? Только люди отметили День Таллина, а уже Дни Старого Города. И, в принципе, они могут быть похожи. Или нет? Есть еще Дни Средневековья, вы не забывайте. Нет, я считаю, что праздников чем больше, тем лучше. Тем более такие праздники. Сегодня праздник у нас проходит в будний день. Это никому не мешает. С точки зрения каких-то развлечений для местных жителей, для той же молодежи, которая, например, не ходит на работу. Правда, ходит в школу или какие-то учебные заведения. Но время найдут. Для туристов это замечательно. Потому что многие туристические маршруты подстраиваются под праздники. Ну и, как мы слышали уже из выпуска новостей, сегодня будет возрождена традиция, которая, к сожалению, много лет назад канула в лету, когда встречаются городоначальники верхнего и нижнего города. Ввиду политических мотивов, игравших заметную роль в нашей жизни, эта традиция была прервана. И вот сегодня ее возобновляют спустя 10 лет. Что тоже, наверное, не может не радовать людей, интересующихся историей гидов, да? Да, безусловно. Потому что о том, что традиция была и потом прервалась, мы рассказывали на экскурсиях. Сейчас будем рассказывать о том, что она восстановлена. Это замечательно. Новая строчка в летописи. Дмитрий Солей был у нас в гостях, лицензированный гид и предприниматель в сфере внутреннего туризма. Дмитрий, с праздником вас! Спасибо, и вас также, всех таллинцев, с праздником! Ну, пусть и жителям других городов не будет обидно, приезжайте к нам в столицу и посмотрите, как здесь отмечают День Таллина. День Таллина